Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTofGames и сегодня у меня гайд, как установить Reshade в игру The Isle. Ну, что такое Reshade? Это набор разных графических плюшек интересных, чтобы сделать лучше картинку вашей игры и всего прочего. Но самая фишка в чем? Именно для игры The Isle, вы меня давно просили снять этот гайд, как сделать ночь днем, осветлить картинку ночью, потому что ночи в The Isle стали невозможными после того, как туда залезли разработчики, что-то пофиксили, попатчили, какие-то патчи там внесли и все прочее. В общем, короче, первое, что вам нужно сделать. Обязательно досмотри до конца это видео, чтобы потом не задавать лишних вопросов. Там Sky, а у меня не получается. Обязательно, внимательно, просто смотри. Первым делом, заходи на сайт Reshade, ссылочка будет в описании. Пролистывай в самый низ, здесь увидишь Download Reshade. Ты нажимаешь, он у тебя загрузился. Далее можешь для удобства просто из папочки его выкинуть вот сюда, на рабочий стол. И просто далее мы его запускаем. Нажимаем, так, Click Here. У нас здесь начинается поиск игры, куда нам нужно установить Reshade. Здесь нажимаем Browse. Идем по пути. Steam Apps, Common, The Isle. Вот есть сам, то есть ярлык, да, ну то есть файл, запускающий игру The Isle. Он нам не нужен. Идем по этому пути. The Isle, Binris, Win64. И запускаем вот это. Так, жмем ОК. И нажимаем далее Direct 3D 10.11. Здесь выбираем, в принципе, все. Жмем ОК. И у нас идет установка. После того, как установка прошла, теперь самое немаловажное нам указать путь этих Reshade в игре. Значит, нажимаем Edit Reshade. Идем по пути Preset. Жмем The Isle. Значит, смотри. Давай сразу, чтобы потом не возникало лишних вопросов. Steam Games, Steam Apps, Common, The Isle. И выбираем вот этот вот файл Reshade. Нажимаем Открыть. Потом также еще раз заходим в Preset. Идем в папку The Isle, Binris, Win64. Нажимаем Открыть. Далее, нам нужно установить эффекты, текстуры. Значит, путь будет такой. То же самое, в принципе. Смотри. Steam Apps, Common, The Isle. Жмем еще раз The Isle, Binris, Win64. И выбираем эту папку. Текстуры. То же самое, в принципе. The Isle. Еще раз. The Isle, Binris, Win64. И выбор папки. Смотри. У тебя примерно должен быть вот такой путь. Далее. Далее мы нажимаем ОК. В принципе, это можно закрыть. И сейчас я вам покажу один нюанс, который может у вас возникнуть. Запускаем игру The Isle. И обрати внимание, наверху у тебя появилась вот такая надпись. То есть, ты Reshade установил. В главном меню мы нажимаем Home. У тебя, может, никакие твои Reshade не отображаться. Сейчас скажу, что нужно делать. Заходим обратно в наш Reshade. Также выбираем, значит, все то же самое, что я показывал в самом начале. Выбираем файл, вот этот Shipping. Нажимаем ОК. Также Direct 3D. И просто нажмите все это еще раз обновить. Нажимаем ОК и ждем загрузки. Когда загрузка прошла, мы обратно заходим в Edit Reshade Settings. И далее смотрим. Возможно, у вас здесь пропадет вот эта надпись. Так же, как в начале, в самом просто укажите путь. И обратите внимание, что здесь прибавились различные Reshade после обновления. Видишь? То есть, и смотрим так же текстуры. Все. В принципе, тогда, если все это у тебя получилось, нажимаем ОК. Это мы закрываем, нам не нужно. И заходим обратно в наш Isle. И, обрати внимание, да, произошла загрузка Reshade. Да, это достаточно, я скажу, трудно все сделать. Но разобраться и понять можно. Ну и дальше мы нажимаем клавишу Home. И, пожалуйста, все наши Reshade, они полностью в игре. Вот. То есть, здесь ты уже сам под себя настраивай, что тебе нужно. Изменяй цвет картинки и все прочее. Играй ночью в The Isle, как днем. Допустим, ну, самыми такими простыми я пользуюсь. Это Bloom. Bloom Endless, которые осветляют картинку Ambient Light, по-моему. Такая тоже насыщенная картинка становится. В главном меню это, конечно, может не особо заметно. Arkane Bloom. То есть, вы можете здесь вот так же настроить все под себя. Вот, в принципе. Ну, если тебе что-то непонятно, пиши в комментариях. Попробуем решить твои вопросы. Ну, надеюсь, тебе этот гайд помог. Жми пальчик вверх. Подписывайся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok